МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из вас старше и какая у вас разница в возрасте? Старше я, разница в возрасте у нас 6 лет. И кто первый захотел стать врачом? Ну, кто первый родился? Так как я старше, и я помню, сколько я себя помню, всегда хотел быть врачом, именно хирургом. Соответственно, я и первый захотел. А почему хотели? Другого просто не представляли? Да, другого не представлял. Мы родились в медицинской семье, у наших родителей врачи. Сколько я себя помню, всегда знал, что я буду хирургом. Я хотел быть хирургом. А вы, когда решили стать хирургом, вы больше на брата смотрели? Или все-таки детство, проведенное на работе у родителей, вспоминали? Да, это детство, проведенное у родителей, на меня повлияло больше, конечно, чем Антон. А что вы там такого видели? Да, много мне не разрешали увидеть. Видите, находился большую часть времени в ординаторской, да. Но какие-нибудь перевязки все равно удавалось где-нибудь подглядеть. Расскажите о родителях у вас, кто родители, говорите, врачи, а кто они? Да, папа травматолог, поэтому, конечно, на работе, когда мы были, рассматривали снимки, переломы, уже синтезированные кости. Поэтому мама терапевт, меня особо не привлекала терапевтическая специальность. Тоже было интересно, она рассказывала о случае. Все вместе. А вы на работе у родителей бывали? Да, конечно. Помню, в 10-м классе, когда уже 100% было принято решение, что я буду поступать в медицинский институт, тогда при институте были двухгодичные подготовительные курсы, я начал туда ездить. И параллельно с этим папа разрешил ходить с ним на дежурство. Он работал травматологом во второй больнице скорой помощи. Первые навыки общения с пациентами, поведение в больнице, в операционной, да, это тогда благодаря папе. Врач, он из-за пределами больницы, врачи, наши родители, яркий там пример. Какие-то ситуации на дороге, которые происходили, всякие ДТП, всегда папа останавливался. Помню, мы ездили тогда на Алтай, мы были маленькие относительно. И мы были закрыты в машине, родители пошли оказывать помощь. То есть мы видели вот эту профессиональную деятельность постоянно. Соседи приходили, знакомые звонили, всегда спрашивали совет какой-то. Никогда родители не отказывали. А у вас было такое, что ваши профессиональные навыки пригодились где-то, не знаю, идете по улице или так же едете где-то по трассе? Буквально, наверное, года два назад, когда в самолете объявили, что нужен врач. Всегда для меня это был такой штамп, есть ли врач на борту. Я поднял руку, ну да, оказал помощь, но там чувствуешь себя не очень к комфорту, потому что тебе предлагается для оказания помощи тонометр, бутылек с нашатырным спиртом, наверное, и все. Ну, благо, там ситуация была не потребовавшая каких-то других мероприятий. А я напоминаю, в эфире «Семейная история» у нас в гостях братья Кутеповы. Евгений Вадимович, расскажите, вот в университете, понятно, вы учились и уже в разное даже время, а здесь-то работаете вместе, и брат у вас начнет. Как идет работа? Работа идет хорошо, безусловно, он ведет себя на работе как начальник, но все равно чувствуется вот поддержка брата, это безоговорочно, конечно. Как вы в детстве? Разница, конечно, большая, не знаю, брались? Да, конечно. А какими, я не знаю, видами спорта, может, в детстве занимались? Рестлингом. Ну, я очень непродолжительный промежуток времени занимался легкой атлетикой, пекал, а больше ничем. А вы? Я вообще ничем не занимался. То есть догнать не могли? И не пытался. Евгений Вадимович, а помните свою первую операцию? Конечно, помню. Что это было, когда? Ну, самая настоящая первая операция – это аппендектомия, как, наверное, у подавляющего большинства хирургов. Это вы еще были студентом? Да. Какой курс? Шестой. То есть когда вам уже прям доверили, вы были? Да, я полностью выполнил операцию от начала до конца. Страшно не было, я знал, что я делаю, было волнение, но оно мне не мешало. Но зато после операции чувствуешь себя с крыльями. Ни с чем не сравнимые, непередаваемые ощущения, когда ты сделал первую операцию. Антон Вадимович, подтверждаете? А у вас это было тоже студенчество? Да. Тоже аппендектомия? Аппендектомия. Четвертый курс. И я помню, как я ехал на занятия после этого дежурства. Это был набитый битком автобус. И дежурство было такое непростое. Я не выспался очень. Набитый битком автобус. И, конечно же, хочется сесть, потому что уставший. Но я вот над столичкой был над полом автобуса. Потому что это действительно настолько важно. Это запевняется на всю жизнь. Я помню все моменты, весь ход той операции. Я вот знаю, сейчас у вас телефон не выключен. И вы, если что, вдруг по санавиации дежурный, получается, как круглые сутки? У нас месяц разбит между сотрудниками отделения по неделям. Мы дежурим неделю по санавиации, принимаем звонки от врачей из ЦРБ. И, если требуется, мы даже можем выехать и прооперировать на месте пациента. Либо, если условия ЦРБ не позволяют этого сделать, переводим к нам в областную больницу. Антон Вадимович, а вы вот когда стали начальником хирургической службы, у вас сильно поменялась работа? Ну, конечно. Много добавилось, к чему не были, может, готовы? Я не могу сказать, что я к чему-то не был готов. Во-первых, это колоссальная ответственность. Это ощущение, которое оно постоянно теперь со мной. Я чувствую ответственность не только за пациентов, которые находятся в нашей службе, но и за наших сотрудников. Конечно же, время, которое тратится на эту руководящую, на административную работу, его приходится выкраивать, причем достаточно серьезно поступаться временем, которое можно было потратить на работу в операционной. Стараюсь ходить в операционную, но уже, конечно же, количество операций, выполненных мною, стало меньше. Качество операции именно по сложности, они другие, да. Но вот реже хожу. Я поэтому до сих пор дежурю, потому что это возможность по дежурству попасть в операционную. Но вот когда началась пандемия, вы все-таки были, как это называется правильно, в главной по красной зоне. Да. Изначально, когда вся эта беда началась, у нас было создано небольшое отделение, в которое госпитализировались пациентки акушерско-гинекологического профиля с ковидом. Их было немного. Затем количество пациентов стало увеличиваться. И, конечно же, разнообразие. Они же болеют не только ковидом. Это могут быть и хирургические пациенты. Соответственно, им нужно было оказывать помощь. И пациенты требовали различных диагностических мероприятий, так как большинство диагностических отделений входит в состав хирургической службы. Вот все это организовать, обеспечить какую-то коммуникацию между различными специалистами. Мне было проще. Самое тяжелое время было, это, конечно, когда областная больница стала работать как распределительный госпиталь. Никогда не забудут наши... Не забудутся все дежурства, но первое, особенно, когда мы госпитализировали порядка 100, почти 150 человек, даже больше, наверное. Это было тяжело. Но коллектив, который собрался в этой службе, это... Я очень горд, и я сейчас счастлив, что я, во-первых, с такими людьми работал, и что мне посчастливилось с ними общаться. И я не знал, что такие замечательные люди бывают. Страшно было, когда поступает огромное количество пациентов, мне их нужно всех разместить, мне нужно каждого пациента обеспечить кислородом. Соответственно, на следующий день после этой массовой госпитализации быстро-быстро всех сортировать по тяжести. Затем, когда приходят результаты обследований, ряд пациентов уходит. И самое главное, мне нужно было за неделю подготовить свободные койки для следующего дежурства по распределению пациентов. Когда остаются буквально там считанные часы до начала дежурства, максимально пытаешься этих пациентов перевести в ковидный госпиталь, который также все переполнены. Вот это не страх, это колоссальное волнение, что не хватит места. Вот это было такое. Ну, ни разу проблем каких-то не было, справились всегда. У нас были резервные койки. Небольшой резерв, но мы были готовы к тому, что будет колоссальное поступление. Слава богу, ни разу их не задействовали. А время свободное у вас остается на что-нибудь? Или вот много, там, не знаю, санавиация, административная работа вообще на себя остается? Свободное время, оно, вот, к сожалению, не регламентировано, что вот со стальки-то до стальки у меня каждый день будет свободное время. Но, конечно, мы проводим много времени на работе и в больнице, и оказывая помощь пациентам на выезде и так далее. Но свободное время есть. Не так, чтобы совсем были лишены. А что любите делать в свободное время? Вообще, встречаетесь с семьей, там, успеваете? Или у вас есть какие-то уличия? Со своей семьей? Ну, конечно, с семьей мы, наверное, встречаемся довольно редко по каким-то поводам, праздникам. А так обычно, ну, наверное, все уже многие знают, я очень люблю велосипед. Я люблю дальние очень поездки в течение дня с пожиранием километров. Я забрасываюсь куда-нибудь на электричке, а потом возвращаюсь на велосипеде в город. Ну, это примерно докуда? До Монголии? До Монголии, боюсь, что меня администрация не отпустит долго ехать. Ну, самая длительная моя поездка была, это возвращался из Чика, там получилось что-то порядка под 86 километров. Может, чаю? Да, спасибо. Какого начнем? Слышу. А у вас есть время свободное для увлечений? Да, вполне, вполне. Но у меня увлечения такие, не требующие кропотливого моего участия, такого-то присутствия долгого. Мое хобби — это коллекционирование монет, и вот я периодически позволяю себе приобрести новую монету. Ну, порассматриваешь их так, поперебираешь. Ну, и нужно понимать, что работа моя меня вдохновляет, и те удачи, которые какие-то удачные операции, удачно пролеченный пациент, правильно поставлен диагноз, меня это все равно радует, вдохновляет. безусловно. Время личное у меня есть, есть. Я его провожу часто очень тривиально, там, за чтением или просмотром каких-то фильмов, или играю там с детьми, например. Тоже хорошо. Ну, у вас, я так понимаю, супруги тоже врачи? Да. То есть они понимают, где вы там, чем увлечены, где пропадаете. Дома тоже беседуете о работе? Сейчас не беседуем, потому что интересно было беседовать, наверное, интернатура, первый год самостоятельной работы, делились опытом. Сейчас не хочется. Вот пришел домой, и телефон в любую секунду может позвонить, в любой момент нужно будет поехать на работу. и как-то вот стараешься работу в дом не пускать. Расскажите хоть, не знаю, о детях, у кого сколько, кем мечтают стать. У меня двое, дочь и сын. Дочь Юлия, сын Леонид. Юлия хочет стать врачом. Причем она говорит, что я хочу стать сосудистым хирургом. А сколько ей? Четыре. Ну, уже пора определяться. Тут она меня, конечно, обошла. У меня двое. Старшая Полина, ей 11 лет, и младший Иван. Ему 4. Полина не хочет быть врачом. Она тяготеет различными искусствами. Она выбирает между режиссурой, между актерским мастерством и так далее. А Иван, да, вот буквально несколько дней назад он говорил, что он хочет приехать ко мне на работу и посмотреть, что там происходит. А это было связано с тем, что я готовил доклад на одной из конференций, и там нужно было в презентацию вставить видеоролик. Там выполнялось хирургическое вмешательство на грудной клетке. Он спросил, что это и где это. Я ему показал, ходил, показывал, потому что это вот здесь надо посмотреть. Мы с Юлей кстати тоже релистали значит атлас по сосудистой хирургии. Там нарисованы операции. Спрашиваю вас, что это, что это. Очень сильно хотела посмотреть на эти иголки, которые все шьются с нитками. У нас отравматические нитки с маленькими иголочками, тоненькие-тоненькие, которыми мы сшиваем сосуды. Ну вот я где-то нашел дома эту нитку, значит, распаковал, я показал, она очень сильно удивлялась, спрашивала, что вот этими нитками, вот этими нитками шьюки, я говорю, да. Вообще, так как очень. То есть, интересно, с ней, да, интереснее, интереснее обсуждать сосудистую хирургию. Что вы с собой принесли? Памятные знаки. Первые это за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания Новосибирска. Вот этот знак, почетный знак, мне его вручили в прошлом году. Это называется Золотой фонд НГМУ. Я им очень горжусь, потому что этот почетный знак, он вручен как раз-таки 85-летний юбилей нашего университета. Есть какие-то случаи, которые вам запомнились особенно из вашей профессиональной деятельности? Да, у нас много случаев, которые нам запомнились, но вот был один, значит, я пришел тоже вот так же на дежурство, по-моему, это в экстренную среду тоже было, Антон дежурил по таракальной хирургии, и обычно происходит так, что скорая помощь предупреждает, что сейчас привезут тяжелого пациента, собирается бригада, прямо в приемном покое. Суть была в том, что везли резаные ранения в грудной клетке. Значит, проходит некоторое время небольшое, распахиваются двери приемного покоя, вкатывается каталка, на ней лежит молодой, сколько ему было, 18 лет? Не больше. 18 лет, значит, парень лежит на каталке, у него из груди торчит нож. торчит нож, немножко колеблется. Заходит Антон, дает команду, кому что делать, значит, и пациента, собственно, катит в операционную. Операционная, по-моему, уже была готова, да? Уже готова, все, и он берет меня с собой на операцию, чтобы я ему ассистировал. Мгновенно работает бригада, наркоз, обработка поля, разрез грудной клетки, торакотомия. Видим повреждения сердца. Но суть в том, что мы ушиваем ранение, останавливаем кровотечение. Это первый раз, когда я увидел бьющееся сердце. интересное зрелище, если можно так вообще сказать, гипнотизирующее движение сердца в грудной клетке. Значит, зашили, собственно, задренировали, ну и вообще в хирургии очень редко, когда можно сказать, что вот я спас жизнь. Ну, на самом деле, к счастью, таких случаев довольно немного. Но вот этот случай произошел на моих глазах, и, конечно, он меня довольно-таки сильно потряс. Я очень гордился им. Ну, правда. Вот. Необычно. Необычно. А родители у вас познакомились во время учебы? Да. Я появился в 83-м году. Они закончили институт в 84-м году, и тогда распределяли специалистов. Их распределили в Томскую область, в село, которое называется до сих пор Моряковский Затон. Вот мама там работала терапевтом, папа работал хирургом. Примерно через 4 года мы переехали в Новосибирск, и родители устроились работать в вторую больницу скорой помощи. Я так понимаю, папа травматолог, а мама терапевт где была? В приемном отделении? Папа травматолог, мама терапевт, и она работала заведующей приемным отделением терапевтического корпуса второй больницы скорой помощи. Что вы от них самое важное взяли? Я так понимаю, общение с пациентами вы говорили, это тоже такой важный момент. Наверное, чувство большой-большой ответственности за свою деятельность профессиональную, потому что они очень ответственные люди. И, пожалуй, что это для меня папа и мама эталоны врача. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. А я напомню, у нас в гостях были братья Евгения и Антон Кутеповы. Смотрите семейные истории, оставайтесь на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова